Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня 28 декабря, в воскресенье, в эфире Агровести. Это наш последний выпуск в уходящем году. Нельзя сказать, что год уходящий действительно был легким для сельских тружеников, как, впрочем, и для всех остальных. Происходящие в мире события в какой-то мере отразились в нашей жизни. Отчасти это связано и с экономическими санкциями в отношении России, отсюда и проблема импортозамещения, выработка более эффективных форм развития АПК. Тем не менее, агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарии сработал неплохо, выдав на гора продукцию в этом году, по предварительным данным, около 32 миллиардов рублей. Это третье место в СКФО после Старопольского края и Дагестана. Значит, есть еще куда стремиться. Подготовка к весеннеполевым работам стала темой обсуждения на совещании, которое провел зампредседателя правительства КБР, министр сельского хозяйства Республики Муаэт Дадов с начальниками районных сельхозуправлений. Уже сейчас мы должны начать подготовку, чтобы провести весь комплекс весеннеполевых работ в оптимальные агротехнические сроки и на должном уровне, поскольку от этого напрямую зависит урожай будущего года, подчеркнул министр. По предварительным данным, весной 2015 года в Кабардино-Балкарии планируется посеять ировые культуры на площади порядка 242 тысяч гектаров. Это 113% к 2014 году. Ожидается увеличение площадей под зерновые и зернобобовые, овощные и кормовые культуры – картофель. Подкормка зимых будет проведена на площади около 53 тысяч гектаров, сообщает прислуживание сельхоза КБР. Готовятся к весне и на федеральном уровне. Как информирует Минсельхоз России, потребность в кредитах на проведение сезонно-полевых работ в 2015 году составит не менее 246 миллиардов рублей, в том числе на проведение весеннеполевых работ – 140 миллиардов. Аграрное ведомство страны очень тесно работает с регионами в части оказания им финансовой помощи, с учетом того, что происходит рост цен на минеральные удобрения и семена. Зам. Председателя правительства КБР Министр сельского хозяйства Республики Муайададов принял на этой неделе участие в двух совещаниях по вопросам реализации приоритетных проектов в агропромышленном комплексе СКФО. Они прошли, сообщает прислужба Минсельхоза КБР в городе Иссент-Уки, в представительстве Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа. Как было отмечено на совещаниях, в Кабардино-Балкарии в ближайшие годы продолжится реализация инвестиционных проектов в области мясного и молочного скотоводства, птицеводства, овощеводства, открытого и закрытого грунта, садоводства, пищевой и перерабатывающей промышленности. В работе в совещании приняли участие руководители ряда предприятий АПК Кабардино-Балкарии. На этой неделе вступил в силу федеральный закон о классификации видов использования земельных участков, сообщают российские информагентства. До сих пор в земельном кодексе было предусмотрено 7 основных направлений или целей землепользования. Теперь же классификатор делит все земельные участки на 12 групп и устанавливает 81 вид их разрешенного использования. Например, на землях сельхозназначения можно только лишь выращивать различные растения, в том числе зерновые, овощи и фрукты, заниматься животноводством, пчеловодством. На землях жилой застройки можно возводить дома, однако запрещено размещать гостиницы, санатории и служебные помещения. Земли лесного хозяйства только под выращивание лесных плантаций, заготовки и древесины. По мнению экспертов, классификатор приведет к тому, что отношения в сфере землепользования станут более прозрачными. Также намного проще и понятнее станет перевод одной категории земель в другой, говорят эксперты. Органы местного самоуправления обязаны привести документы, касающиеся землепользования, в соответствии с федеральным классификатором. На это отведено время до 1 января 2020 года. Федеральный центр поможет регионам, у которых погиб урожай из-за непогоды. Как сообщает российская газета, для этого правительство России приняло правило предоставления межбюджетных трансфертов на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям в результате чрезвычайных ситуаций природного характера. Аграрии получат компенсацию, если понесут ущерб в результате длинного перечня неблагоприятных природных явлений. Среди них засуха, суховей, заморозки, половодие и наводнение, переувлажнение почвы, шторм, сильный ветер, снегопад и метель, раннее установление снежного покрова, землетрясение, удар молнии. Оценка ущерба, как и ранее, будет производиться Минсельхозом, пишет издание. Предоставление финансовых средств осуществляется на основании заключенного между федеральным Минсельхозом и субъектом Российской Федерации соглашения. Подведены итоги ресурсовского конкурса на лучшую аналитическую работу о состоянии окружающей среды. Церемония награждения победителей прошла в стенах Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета. Экологические проблемы, связанные с функционированием пищевых предприятий, применением топинамбура в медицине, сохранение биоразнообразия, перспективы развития туризма. Молодые экологи представили на конкурс широкий спектр тем, так или иначе связанных с окружающей средой. Как отметили члены экспертного совета, некоторые проекты можно уже сейчас применять на практике. Те рекомендации, инновационные методы, подходы, которые предложены в ваших научных работах, найдут свое практическое применение для повышения уровня экологической безопасности. За проект «Технология возделывания сои» Андемирка Надижев удостоен диплома третьей степени. Работа Залима Казиева была посвящена альтернативным источникам энергии и завоевала второе место. Ну а диплом первой степени достался Надежде Узоевой. Она удивила жюри не только выбором темы, но и глубиной ее проработки. Конкурсантка разработала особые технологии воспроизводства агробиоресурсов на участках со сложным рельефом. Тема мало того, что актуальна, она уже готова к реализации. Технология заключается в том, что мы предлагаем использовать адаптивные модули. Модуль вмещает в себя от 500 и более растений, но располагается на одном квадратном метре территории. Получается значительная экономия водных, земельных, энергетических ресурсов. Член Высшего совета Каварино-Балкарского регионального отделения партии зеленых Асиат Муттаева и ректор Аграрного университета Аслан Апажев обещали участникам помощь в продвижении проектов. Конкурс молодых экологов состоится и в будущем году. Три дня осталось до наступления нового 2015 года. И он, как и завершающийся год лошади, непосредственно связан с сельским хозяйством. По восточному календарю это год сине-зеленой деревянной козы, а по китайскому календарю год овцы. Год козы вступает в свои права с 19 февраля 2015 года и продлится по 8 февраля 2016 года. Китайский календарь не обещает легкого и леченого проблем года. Скорее, козочка подарит немало хлопот и беготни. Непредсказуемые изменения можно ждать в каждой сфере жизни. Юркое животное пролезет везде. Сравнивая с уходящим годом лошади, спокойной, плавной в движениях и молчаливо-горделивой, наступающий год будет кардинально противоположным, говорят астрологи. Не стоит планировать глобальные события задолго и строить далеко идущие планы. Козе присущи вспыльчивость, упертость, непредсказуемость. Это хорошо знают сельские жители. Но и положительного в наступающем году немало. 2015 год позволит людям сменить работу, облегчит труд и увеличит доходы. И главное, верьте, что обязательно в вашем доме будут счастье, удача и здоровье. С наступающим Новым годом вас! До встречи в январе 2015-го! Субтитры создавал DimaTorzok